В основном, я вас не могу сказать, что старший, старший сотрудник, университет, кандидат в национальный центральный комплекс РСФСР. Предлагаю перепроперировать атомную станцию теплоснабжения в фотоэнергологический центр. Дело в том, что в нашем городе катастрофессии... Недостроенная атомная станция теплоснабжения рядом с деревней Федяково в Кстовском районе Нижегородской области в своем роде памятник эпохи в ней и размах социалистического планирования на закате СССР, и резкая перемена в отношении к ядерной энергетике после Чернобыля и свидетельство растущей силы общественного мнения, которое власть, даже советская, уже не может игнорировать. И именно Горьковская АСТ, а точнее, движение против ее строительства, дало старт, пожалуй, самой яркой политической карьере в новой постсоветской России. Этот путь приведет Бориса Немцова отсюда, из закрытого города Горького, на вершины российской власти. Один из самых известных нижегородцев, Борис Немцов, родился в Сочи. В Горьке его мама Дина Яковлевна, детский врач, переехала, когда Борису было 7 лет. Жили вот в этой хрущевке на улице Крылова, в двухкомнатной квартире. Сначала втроем, потом, когда сестра вышла замуж и родила сына, уже в пятером. К слову, здесь и сейчас живут родственники Немцова. Заниматься приходилось по ночам на кухне. Иногда, чтобы не мешать светом, закрывшись в ванной. Школу Борис закончил с золотой медалью. Правда, с поступлением в университет возникли трудности. В школьной характеристике написали «политический неустойчив». И это в середине 70-х, на пике Брежневского застоя. Директор школы согласилась смягчить формулировку. Позволяет себе политически непродуманные высказывания. И Немцов поступает на радиофизический факультет Горьковского университета, который тоже заканчивает с отличием. Работать молодой ученый остается в Горьком, в НЕРФИ, научно-исследовательском радиофизическом институте. Физика — это его жизнь. Он ни о чем другом не мог вообще разговаривать. Мы с ним гуляли, и он мне рассказывал о том, чем он занимается. Я, естественно, физики, физики не в математике, ничего не понимаю, но у Боря была такая особенность. Он мог очень сложные вещи объяснить на простых примерах. У него в НЕРФИ, в их теоретделе, такая коробка была. И он на листах бумаги записывал свои идеи. Он запишет идею и бросит ее в коробку. В это время он решает некую задачу, а идеи, тем не менее, приходят. И вот он запишет идею и бросит в коробку. Потом, когда решит ту задачу, он может подумать над другой идеей. Я говорю, ну и сколько у тебя этих идей там? Он говорит, штук сто. Боря, как физик, это профессионал близкий к гениальности. Это неспособный, неталантливый, совершенно другая категория. Это физик близкий к гениальности. Более 60 опубликованных работ. Это где-то, понимаете, 5-6 работ в год серьезных сделать. Это нужно иметь сверхспособность. Гисберг его обожал просто. Он его обожал. Он внучку свою хотел за него замуж выгнать. Реально. Ну, теоретически хотел. Боря был женат. Ну, теоретически. Поскольку он видел в нем такой потенциал. Виталий Ласович, лауреат Нобелевской премии. Вот уровень общения его. И это с молодым человеком, которого, в общем, как бы никто не знал. За 25 лет он уже защитил кандидатскую диссертацию. К 30 годам у него была уже готова докторская. Ее нужно было только написать. Но случилось то, что случилось. В 80-е время больших перемен. Сперва осторожная смена курса. Гласность и перестройка сопровождаются ростом общественной активности. В Горьком главная тема перестроечных дискуссий – та самая атомная станция теплоснабжения. Экспериментальная, первая в мире, которая строится всего в нескольких километрах от миллионного города. Вскоре после катастрофы на Чернобыльской АЭС в Горьком возникает движение за ядерную безопасность. Его цель – не допустить запуска станции. В эту организацию входит и научный сотрудник радиофизического института Борис Немцов. Политику моего отца привела моя бабушка, его мама, Дина Яковлевна. Моя бабушка решила собрать подписи в Нижнем Новгороде, тогда в Горьком, против строительства АСТ. А моего отца она привлекла для того, чтобы за ее словами стояли серьезные математические выкладки или выкладки физико-теоретика. Она первой села и стала собирать подписи против строительства атомной теплостанции. Вот с этого, в принципе, все началось. Меня стали включать в экологические проекты, приглашать на собрание, вспоминал Борис Немцов о своих первых шагах в общественной жизни. В конце концов, я просто не мог оставить маму на площади в одиночестве. В июле 88-го года в газете «Горьковский рабочий» выходит статья Немцова «Почему я против АСТ». А в октябре он едет в Москву и встречается с академиком Сахаровым. Интервью, в котором физик-ядерщик с мировым именем, Нобелевский лауреат и недавний Горьковский ссыльный критикует идею строительства станции, выходит в газете «Ленинская смена». Тогда еще действовала цензура. Дело в том, что помимо АСТ они еще говорили о правах человека. И вот эту часть «Ленинская смена» не стала публиковать. Тогда, в 88-м, мало кто, и в последнюю очередь он сам мог предположить, что всего через три года после выхода статьи «Физика Немцова против строительства Горьковской АСТ», губернатор Немцов подпишет распоряжение, окончательно упраздняющее ее дирекцию. Еще одно свидетельство необыкновенного ритма того времени. А в 89-м в Советском Союзе проходят первые частично свободные выборы. Народных депутатов СССР избирают на альтернативной основе, но для того, чтобы попасть в бюллетень, нужно пройти предварительный фильтр в виде так называемого окружного собрания. Именно на таком собрании в начале 89-го года появляется молодой физик, выдвинувшийся при поддержке набирающего обороты демократического движения. И он выступал, значит, без пиджака, в какой-то странной кофточке, джимперочке. Вообще, как я потом узнал, у него не было даже пиджака у Боря. Его это не заботило совершенно. Вот. Как он держался совершенно естественно и говорил страшные вещи тогда перед коммунистами. О частной собственности говорил. Да. Говорил о многопартийности, о необходимости убрать шестую статью Конституции. Когда он не прошел через окружное собрание, он мне поклялся, что он больше ни за что никогда не будет в этом участвовать. Вот. И однажды он приходит и говорит мне, меня выдвинули. Ну и я его спросила, ты же мне обещал. Вот так случилось. Это уже начало 90-го. Выборы народных депутатов РСФСР. Формально шестая статья Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС еще действует. Многопартийность по-прежнему запрещена, но на выборы уже можно выдвинуться без предварительного фильтра. Борис Немцов – кандидат по 35-му Горьковскому национально-территориальному округу. Единственный из 12-ти кандидатов не член КПСС. В его предвыборной программе – отделение Компартии от государства и лишение КГБ функции политического надзора, свобода выбора форм собственности для предприятий, выход крестьян из колхозов, открытие города и возвращение исторического названия – Нижний Новгород. Вести кампанию беспартийному кандидату довольно непросто. Машиностроительный завод, завод Красный Сорума, авиазавод Сокол – это там все были закрытые предприятия. Там организовывались встречи с трудовыми коллективами кандидатов, а Боря туда не пускали. И вот однажды машиностроительный завод Боря перелезал через забор, чтобы там встретиться. Закрывались двери, закрывались клубы, клубы оказывались на ремонте случайно. Все это у нас было. Но у него был эфир, который был обязательный, да, то есть обязательные там эти пять минут. Прослушав предыдущие все речи, где все обещали все, он сказал, я могу обещать только одно, я не буду врать. Им сказали, что все, что не будете говорить. Он говорит, а что еще надо говорить? 18 февраля 90-го года, до выборов народных депутатов России, две недели, здесь, на площади Минина, рядом с Нижегородским Кремлем, проходит многотысячный митинг, организованный Демократическим движением Горького. Среди выступающих – кандидат по 35-му округу Борис Немцов. Это кадры оперативной съемки КГБ, которая велась на митинге. Я обращаюсь к сотрудникам государственной безопасности, которые, я надеюсь, сейчас меня слышат, с просьбой вернуть письма, которые они украли у академика Сахарова. Буквально там за день выходили все те, кто мог, и доверенные лица, и группа поддержки брали пачку, приходили к проходным предприятиям. Я сам стоял у завода двигателя «Революция», и вот все листовки. Борис Фимич Немцов, Борис Фимич Немцов. Реакция многих была такая, да знаем мы, что-то, не надо нам, мы знаем. Мы решили уже, все, все было решено. Людям хотелось нового, и Борис Фимич это новое олицетворял, выражал. Вот, всем своим видом, словами, поведением. Во втором туре выборов, который он выходит вместе с заместителем председателя комитета советских женщин Галиной Галкиной, Немцов одерживает убедительную победу. 58% голосов. На первом съезде народных депутатов России, открывшемся в Кремле в мае 90-го, он предлагает принять декрет о власти, запретить совмещение партийных и государственных постов и упразднить контроль КПСС над армией, судами и правоохранительными органами. Право утверждать и официально толковать законы принадлежит только съезду народных депутатов, Верховному Совету, Верховному Суду и Комитету Конституционного Надзора. Запрещается толкование законов как форма правотворчества иными государственными органами, политическими партиями, общественными организациями. И он, естественно, сразу же зарекомендовал себя как оратор парламентский. У него была достаточно умеренная и более здравая позиция. И всегда его выступления были яркими. На съездах народных депутатов и на сессиях Верховного Совета Борис Немцов говорит о важности частной собственности, о выделении земли крестьянам, об инвестициях и развитии предпринимательства. Депутат Немцов добивается переименования Горького в Нижний Новгород и отмены статуса закрытого города. Немцов был одним из самых молодых, самых ярких, умных, интересных. С ним было очень интересно общаться, потому что он был просто воплощением открытости, искренности, самостоятельности. Ну и это было совсем качественно другое, нежели все, что можно было наблюдать вокруг. Летом 90-го года, вот здесь, в подмосковном Архангельском, группа экономистов под руководством вице-премьера российского правительства Григория Явлинского начинает работу над программой перехода к рыночной экономике, той самой 500 дней. К участию в этой работе Явлинский приглашает и депутата Немцова. Он был хорошо образованный человек, открытый, активный, уважаемый в Верховном Совете, уважаемый Ельцином, кстати говоря. Поэтому мне казалось очень полезным, чтобы он принимал участие и чтобы его собственная точка зрения была сформирована не заочно, а вот непосредственно в ходе этой работы. С Борисом Ельцином Немцов знакомится весной 90-го, перед открытием первого съезда народных депутатов России. В парламенте Немцов и Ельцин – союзники. Председатель Верховного Совета интересуется новыми идеями и внимательно слушает представителей регионов. В июне 91-го года Борис Немцов – доверенное лицо Бориса Ельцина на президентских выборах. А уже в августе, во время попытки государственного переворота, предпринятой верхушкой Компартии и КГБ, он совершенно случайно оказывается рядом с Ельцином, здесь, в Белом доме, куда в те дни приходят тысячи москвичей и где находится штаб сопротивления путчистом. Это был август, мы решили поехать в Сочи отдыхать, как обычно, мы каждый год ездили в Сочи. Мы приехали в Москву, поселились в гостиницу, при этом Борь почему-то телефон отключил гостиничный, чтобы можно было выспаться. И мы спали спокойно, и все-таки нас кто-то разбудил. Это была Таня Гришина, и она говорит, вы вообще что там делаете? Мы говорим, спи, вы знаете, что случилось? Включите телевизор. Мы включили телевизор, там шло Лебединое озеро, по-моему. Боря стал собираться в парламент. Я страшно испугалась. Когда мы ехали в лифте, я, в принципе, прощалась с ним навсегда. Путч продлился три дня. Вся государственная машина, находившаяся в распоряжении заговорщиков, оказалась бессильной перед лицом десятков тысяч москвичей, вышедших на улицы и, в буквальном смысле, вставших перед танками. К вечеру, 21 августа, все было кончено. Я уже была на этом последнем митинге, где на трибуну вышел Ельцин, и на ней же был Боря в своих желтых полосатых штанах. После провала ГКЧП советская вертикаль рушится стремительно и необратимо. По всей стране брежние начальники уступают места победителям августа. В Нижнем Новгороде все областное руководство во главе с первым секретарем обкома Геннадием Ходоревым попросту оставляет свои посты. В августе 91-го Ельцин назначает Немцова своим представителем в Нижегородской области. В Нижнем происходило следующее. Все убежали. Вот все. Все чиновники, какие там были, они все разбежались. И картина была такая. Сидит в обкоме партии в кабинете первого секретаря обкома Немцов один. Ну и, как всегда, вокруг него симпатичные девушки, а больше просто вообще никого. Удивительная история в России бывает. Была власть и нету. Сдулась. Но природа же не терпит пустоты, да? Новая российская власть, приформально еще существующей, но стремительно теряющей влияние союзной, выстраивает новую структуру в регионах. В ноябре 91-го года президент Ельцин назначает 32-летнего Бориса Немцова главой администрации Нижегородской области. Немцов добивается своего утверждения в областном совете и сразу же переименование должности. Впервые после 1917 года в России появляется губернатор. Я ему верю, что он пойдет демократическим путем, это абсолютно твердо, в его ум, в его ответственность, в его активность, безусловно. Ну, недостатки какие? Ну, вы знаете, молодость не считается недостатком. Начало губернаторства Немцова приходится, наверное, на самое трудное время в современной России. Конец 91-го – это не только крах советского государства, но и окончательный распад советской экономики. Система снабжения, в том числе продовольственного, разрушена, запасы истощены, миллионные города оказываются на грани выживания. Продовольствие в Нижнем Новгороде осталось дня на три, на четыре. А тогда это все было централизовано. А холодно, табака тоже не было. Все же еще тогда были по карточкам. И решили поставить полевые кухни по городу, чтобы вот хотя бы обеспечивать горячим питанием. Но помимо решения оперативных проблем, Немцов почти сразу приступает к подготовке амбициозных экономических реформ. В начале 92-го губернатор приглашает в Нижний уже знакомого ему Григория Явлинского, который вместе со своей командой пишет программу «Нижегородский пролог». Ее ключевые пункты – свобода предпринимательства, упрощенная регистрация предприятий, конверсия социальной сферы. Именно в Нижегородской области впервые в российской практике выпускаются облигации регионального займа, так называемые немцовки. Вот они. Они помогают нижегородцам защитить сбережения от инфляции. В регионе проходит малая приватизация и земельная реформа. Появляются частные магазины, заводы и фермерские хозяйства. После долгих десятилетий возрождается знаменитая Нижегородская ярмарка. Это закончилась, на мой взгляд, одна из самых драматичных страниц в жизни нашей страны, а именно история коллективизации. И, наконец-то, появляется возможность честно, не из-под полы, а открыто стать хозяином своей земли. У Немцова было целое направление, серьезное направление, региональное направление, которое очень существенно отличалось от того, что в то время делалось на федеральном уровне и было реформ. О столице реформ начинают говорить не только в России. В еще недавно закрытый город едут ведущие мировые политики, в том числе Маргарет Тэтчер. Программа «Здравого смысла». Так Тэтчер напишет в своей книге о немцовских реформах. В середине 90-х Нижегородская область занимает третье место в стране по объему инвестиций и входит в первую десятку по экономическим показателям. Правление губернатора Немцова – это время строительства и развития инфраструктуры. Тысячи километров построенных и отремонтированных дорог, десятки мостов, десятки тысяч газифицированных квартир, восстановленные монастыри и храмы. И все это на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране. Таких дорог, какие были при Немцове, у нас в области пока не было. Эти дороги принимал сам Немцов и принимал очень интересно. Он садился за руль Волги, ставил стакан с водкой на капот Волги, и если он километра два проезжал и стакан водки не расплескивался, он дорогу принимал как губернатор. Если вы даже уезжали куда-то в другую область, либо даже выезжали в другие государства, но вот и вы говорили, что вы из Нижегородской области, то, как правило, говорят, а, конечно, чего вам вроде как это самое, у вас Немцов губернатор. Ну вот. Поэтому люди вообще гордились. Я не знаю, как вы вообще терпите до сих пор. Или у вас тут где-то в лагончике все же населено. Я думаю, что пора отметить это строительство моста прямо сейчас. Вот глава администрации сказал, сейчас все будет. Давайте. Давайте. Парни или? Парни. Все трое? Нет, девушка есть. Какая? Какие? А чего вы так выстроились, как на линейке? Пионер лагеря. Да, они. А? Не замерзает? Нет. Как тебя зовут? Яна. Это через земля борется. Он очаровывал всех, начиная от бабушек и кончая молодыми девушками, мужиками, стариками. Он умел разговаривать с людьми. Потому что он не начальник был застегнутый до последней пуговицы и в галстуке, да? А он был открытый, он мог прийти там в джинсах прилететь. Мы с ним открывали пекарню, тогда была очень серьезная проблема. Райповские хлебозаводы приказали долго жить, и больше ничего не было. Надо было людей хлебом обеспечивать. Значит, и мы стали строить малые предприятия, маленькие пекарни, и он приезжал на открытие. И мы с ним плясали на площади. Там нас попросили, что заиграла музыка, и мы с ним плясали. И я-то ладно, я-то из деревни, я из сельской местности, а он же городской. И он плясал, все нормально. Когда Немцов выступал на митингах в отдаленных селах, он так очень внятно кричал такую фразу, что держите поголовье. Главное – держать поголовье. Вот, для людей, которые приехали со мной, которые вообще не видели в жизни ни поголовья, ни тех, у кого на голове растут рога, там, вот, они это представляли буквально, что стоят какие-то люди и держат за рога это поголовье. К середине 90-х популярность тех, кого называют демократами, стремительно падает. На выборах в Государственную Думу в декабре 95-го первое место занимает Коммунистическая партия. В Нижегородской области на выборах губернатора побеждает Борис Немцов. И почти сразу идет на конфликт с президентом. В январе 96-го он собирает миллион подписей нижегородцев за прекращение войны в Чечне. Этот миллион в трехмиллионной области собран за 10 дней. Папки с подписными листами губернатор лично отвозит в Кремль. Он был неостановим просто совершенно. Я сказала, что можешь потерять должность. Он говорит, да, конечно, я потеряю должность. Это вполне может быть. Ну и что? Гораздо важнее сейчас остановить эту войну. Я не хочу, чтобы больше погибали наши ребята. Я сделаю все, чтобы этого не было. Когда Немцов реально привез в Кремль миллион подписей, причем реальных подписей, где были имена, фамилии, аутентичные автографы, паспортные данные, адреса, все как полагается, был первый случай в истории России. И вот тут Ельцин понял, что какой парень-то оказывается крутой. Знаете, в политике очень часто бывает, что люди раздают обещания абсолютно безответственным образом. Замах на рубль, а удар на копейку. А тут получилось, что замах на рубль, а удар на все десять. После истории с миллионом подписей Ельцин не разговаривает с Немцовым несколько месяцев. Но в мае 96-го, когда летит с неожиданным визитом в Чечню, объявить об окончании боевых действий с собой берет именно нижегородского губернатора. Борис Немцов довольно часто позволяет себе независимое поведение. Весной 93-го принимает в Нижнем опального Михаила Горбачева. А осенью того же года, во время противостояния президента и Верховного Совета, ведет переговоры с Рудским, пытаясь найти компромиссное решение. А почему ты размазня? Ты объявляешь дату выборов. Ничего себе размазня! После разгона Верховного Совета Немцов, в отличие от многих глав регионов, не распускает областной совет народных депутатов и продолжает общаться с представителями проигравшей стороны. Сразу же после расстрела он мне звонит и говорит, вот в составленные списки на арест, но это было известно публично, что я в эти списки тоже входил. Немедленно с семьей приезжай ко мне в Нижний Новгород, я тебя здесь скрою. До последнего считал, что возможны компромиссы, и очень тяжело пережила вот эту кровь октябрьских событий. Для него это было просто принципиально. Он никого не дал в обиду, он не проводил никаких разборок, он защитил всех и политически, и по-человечески, и Нижний Новгород прошел этот период достойно. В середине 90-х о немцове все чаще говорят уже не как, хоть и о ярком, но региональном лидере, а как о политике федерального масштаба. Перед началом избирательной кампании 96-го года в Нижний Новгород приезжает Егор Гайдар уговаривать Немцова принять участие в президентских выборах. Гайдар сказал, Борис, ты единственный из нас, из всех реформаторов, можешь разговаривать с народом, с бабушками, как ты находишь слова, мы же этого не умеем, но тебя слушают, тебя понимают. Поэтому, наверное, все-таки тебе надо быть президентом. Борис сказал, я никогда не буду президентом. Гайдар говорит, а что, почему? Он говорит, да я и не хочу президентом. Вот, может быть, пример министром, может быть, а вот президентом нет. Мы все хором спросили, почему, нам было очень интересно. И он сказал фразу, злопрезидент должен был ссылать людей на кровь. Я не готов и не хочу это делать. И все же, хочет или нет сам Немцов, его все чаще называют наследником. Яркий, харизматичный, умеющий управлять и совсем уж белая ворона для того времени, реформатор, пользующийся популярностью в народе. Именно такой, как считают многие, должен сменить Ельцина на посту президента. Летом 94-го, во время поездки в Нижний Новгород, об этом впервые заявляет и сам глава государства. Я просто хочу сказать, что он настолько вырос, что его уже можно и в президент иметь. Они были очень похожи. Они такие оба большие какие-то, сильные, очень энергичные, такие очень целеустремленные. И какие-то, может быть, я не знаю, иногда даже какие-то отчаянно бесшабашные, что ли. Мне кажется, папа всегда хотел, чтобы Боря был рядом. Да, вот ему это было, не знаю, как-то и приятно, и интересно, и важно. Хотя с Борей, конечно, папе было иногда совсем непросто, потому что Боря иногда отчаянно, очень дерзко отстаивал свою позицию, не соглашался с президентом. И, в общем, папа вынужден его был убеждать, уговаривать. То есть, ну, папа ценил таких людей, знаете, таких неудобных, у которых своя точка зрения, которые не боятся ее высказывать, смелых в общении с президентом тоже. Он вообще не любил, когда ему поддакивают, когда к нему подобострастно. К сожалению, у нас в стране это часто бывает, когда огромная власть президента, и все это чувствуют. Но Немцов, он абсолютно спокойно и спорил с Борисом Николаевичем, и доказывал свою позицию, правоту. Борис Николаевич серьезно рассматривал Немцова как кандидата. Ну, во-первых, он видел, как он поработал в Нижнем Новгороде, и он видел результаты, которые Борис имел там. Второе, он видел, а это очень важно, вот эту электоральную составляющую, которая есть в Борисе. Люди любили его, люди к нему очень хорошо относились. О Немцове-приемнике начинают говорить почти официально. В сентябре 1994-го президент Ельцин включает нижегородского губернатора в свою делегацию во время государственного визита в Соединенные Штаты. На банкете по случаю открытия нового российского посольства в Вашингтоне Ельцин представляет Немцова Биллу Клинтону как будущего президента России. С новой силой разговоры о преемнике начинаются весной 97-го, когда Ельцин приглашает нижегородского губернатора в Москву на должность первого вице-премьера в только что реорганизованном российском правительстве. Немцов соглашается не сразу. Первый разговор с участием Анатолия Чубайса и Валентина Юмашева заканчивается безрезультатно. Но он абсолютно был непреклонен. И главная идея, что у меня очень много дел в Нижнем Новгороде, я понимаю, что я там делаю, я понимаю, что еще надо сделать. Надо сделать очень много, и поэтому бросать людей. А он совсем недавно прошел выборы и выиграл их губернаторские. Он считал, что это невозможно просто по отношению к людям. Он сказал твердое нет и уехал. Папа решил туда послать Нижний Новгород меня. Еще, не знаю, наверное, как последнюю попытку уговорить Борю. Он говорит, поезжай в Нижний Новгород. Когда он мне это сказал, самолеты уже не летали. Поэтому я поехала туда на машине. Я, по-моему, ехала долго-долго. То есть, по-моему, что-то такое около шести часов. И приехала уже где-то совсем поздним вечером. Разговор Татьяны Дьяченко с Борисом Немцовым проходит не в губернаторской резиденции, а вот здесь, в гостинице «Сергиевская», в самом центре старого города. Никаких политических аргументов Татьяна не приводила, вспоминал Немцов. Довод чисто человеческий. Я ему сказала, что, Борь, папа всегда тебе помогал, когда тебе было трудно. Вот сейчас тот момент, когда как бы трудно папе. И он просит тебя ему помочь, поработать в правительстве. Ты не можешь просто отказаться. И вечером меня Борис звонит, говорит, зайди ко мне. Я прихожу к нему. Он говорит, завтра проведи оперативное совещание в областной администрации. И дал какие-то там поручения, на что обратить внимание. И ничего не говорит. Я уезжаю в Москву, но я завтра же и прилечу, мне говорит. Я ему говорю, ну, закончил разговор, я говорю, Борь, мой тебе совет, не ходи в Москву. Не надо тебе это. Юра, спокойно, никуда я не ухожу, все нормально, проведи совещание, завтра я прилечу. Я провел совещание в понедельник, захожу в приемную, и по одному из телеканалов показываю первого вице-премьера боясь Немцова в аэропорт, у которого летает Нижний Новгород. До конца оценить степень ответственности не могу. До конца не могу оценить степень влияния московских интриг. Абсолютно не владею ситуацией с аппаратом. Нижегородцы на него обиделись, просто обиделись. Сколько бы он не объяснял слезами Тани, или там то, что он обязан Ельцину. Нижегородцы ему многие до сих пор не простили этого, что он уехал в Москву. И снова, как в августе 91-го, Борис Немцов в Белом доме. Только уже не на баррикадах, а в кабинете первого вице-премьера. В сфере его ответственности топливно-энергетический комплекс, антимонопольная политика, жилищно-коммунальное хозяйство. В первый же день работы он дает обещание не врать, не воровать, не брать взяток. Позже, уже после отставки, Немцов не без гордости говорил, обещание выполнено. В 97-м году Борис Немцов самый популярный политик в России и лидер президентского рейтинга. Интересно, а что говорят социологи, если бы сегодня был второй тур президентских выборов, и выбирать надо было между Немцовым и Зюгановым, то 45% опрошенных проголосовали бы за Немцова. Планы у нового вице-премьера амбициозные. Немцов предлагает отказаться от залоговых аукционов и перейти к открытым правилам приватизации, ввести общественный контроль за деятельностью государственных монополий. Одна из самых громких идей пересадить чиновников с иномарок на Волги, чтобы деньги налогоплательщиков поддерживали свой автопром, а не зарубежный. А в мае 97-го президент Ельцин подписывает подготовленный Немцовым указ номер 484, который, для России это впервые, обязывает чиновников публично отчитываться о доходах и имуществе. Он сразу взялся очень энергично за дело, и действительно энергетика там была совершенно бешеная в этом правительстве. Я могу сказать, что я столько никогда в жизни не работал. Просто совещания могли начинаться в 8 утра, могли начинаться в 23 часа. Лейтмотив работы Немцова вице-премьера – борьба с так называемыми олигархами. Именно он вводит этот термин в современный российский лексикон. Так называют представителей крупного бизнеса, пытающихся влиять на политические решения. Когда Немцов был в Китае с государственным визитом, в это время Березовский сходил к Черномырдину и как бы утвердил у него протокол коллегии представителей государства о том, что Березовский возглавляет Газпром. И внизу там, собственно, как ведь это технически выглядело? Утверждаю, Черномырдин уже подписан, да? А внизу должен быть Немцов, как курирующий вице-премьер, ну, согласен расписаться. И ко мне приходит там посланец Березовского и говорит, ну, в принципе, вот начальник уже все утвердил, поэтому ты давай доставай, у тебя же, я знаю, есть Факсимилия Немцова. Я, так сказать, естественно, сообразил, что этого делать нельзя. Нашел там по спецсвязи Немцова, там, говорю, Боря, что делать? Вот тут вот Березовский ходит, тут вокруг вот, и типа вот, он говорит, знаешь, что сказал мне? Вот делай, что хочешь, там, исчезни, вообще пропади, там, жди мое возвращение. Будем вот. И я, соответственно, эту бумажку просто спрятал и реально спрятался. Вот физически спрятался в кабинете и не открывал. Потом приехал Немцов и убедил Ельцина, что этого нельзя делать. Еще одна громкая история, связанная с тем же «Газпромом», расторгнутый по настоянию Немцова трастовый договор, позволявший председателю правления компании Рэму Вяхереву выкупить его акции у государства по номинальной стоимости. Меня пригласил ближайший помощник Вяхерева на конфиденциальные переговоры, где передал через меня предложение Немцову. Оно заключается в следующем. Предлагается Немцову стать председателем совета директоров «Газпрома». «Газпром» все свои финансовые и медиаресурсы ставит на компанию Немцов, будущий президент. Я все описал это дело и подал ему записку. Он меня вызывает и говорит, «Виктор, мы же с тобой боремся с коррупцией, а это вот коррупция запредельная, то, что мне предлагают». И он от этого отказывается. Сильно мешал. Неподкупный был, понимаете. Нельзя было ничем соблазнить. Я думаю, пытались. Я думаю, все попробовали. Не получилось. Раз не получилось, что надо сделать? Надо уничтожить. Как уничтожить? Создать образ. Образ создать. Вы же понимаете. Телевидение для этого замечательная штука. Просто великолепная. Летом 97-го в эфире российских телеканалов, которые контролируют те самые олигархи, раз за разом повторяются кадры встречи Немцовым президента Азербайджана Гейдара Алиева в аэропорту Внуково, куда первый вице-премьер в нарушении протокола приехал в белых брюках. От всей кипучей деятельности любимца президента почему-то ярче всего в памяти остались белые штаны на встрече Алиева в аэропорту. Жаркое лето было. Просто жаркое лето. У Немцова костюм был в кабинете. Он ехал в этот кабинет в Белый дом. Прозвонился Черномордин. Сказал срочно встречать. Не могу я встречать Алиева. Я в белых льняных брюках и в рубашке. А на что Черномордин сказал? Хоть голым встречай. На Немцова компромата серьезного по сути дела не было. То есть нельзя было его обвинить в том, что он берет взятки или каких-то своих родственников куда-то уставит. Этого ничего не было. Поэтому стали бить чисто по его такому образу. Ну вот, в белых штанах приехал встречать Алиева. Вот смотрите, несерьезный человек. Или вот там какая-то вечеринка, где Немцов, там девушки и так далее. Вот смотрите, несерьезный человек. Запуском этой истории был конкурс на связь «Инвест». И в результате проигравшая сторона, Гусинский-Березовский, они начали такую агрессивную атаку против этого молодого правительства. Конкретно к Немцову не было никаких претензий. Но Немцов все время ввязывался за чужие интересы. Строго говоря, как будто он был чувством команды движим. Документы по гонорарам Чубайса и его приспешников. Разве нужно было Немцову выступать по этому вопросу? Да там нет Немцова. Там Немцова фамилии нет. Я говорю, ну найдите мне хоть что-то против Немцова. Что? Что против Немцова? Что Чубайс во Франции принял делегацию одних олигархов и других олигархов и потом решил так, что одним не понравилось то, что он решил? Так при чем тут Боря-то? Боря не было там во Франции. Что мне приносили компромат про его женщин? Так там нет ни копейки бюджетных денег. Ну ни копейки. Вот представьте себе, что здесь летят ножи. Ну летят ножи. Вот наше дело, что делать? Провожать его глазами. Летит нож. Пожалуйста. Ага. Еще один. Ага. А Боря как бы вот так выпрыгивал и говорил, я! Боря, не в тебя летит Боря, не в тебя летит нож, Боря! Вообще не в тебя, Боря! Боря, я! Боря, здесь чем ты ловишь грудью чертовы ножи, которые летят не в тебя? Боря! Боря, это не твой нож, Боря! Ну, Боря их ловил. Информационная кампания дает эффект. Рейтинг Немцова неуклонно снижается. До тех пор, пока в мае 98-го ведущий программы «Итоги» Евгений Киселев эффектно не перечеркивает портрет вице-премьера в эфире НТВ. Я у него честно попросил прощения за тот эпизод, сказал, перегнул палку, переборщил, он махнул рукой, сказал, ой, Женька, забудь. Впрочем, помимо негативного информационного фона, на рейтингах правительства и его руководителей сказывается и экономическая ситуация. Нефть стоила 9 долларов за баррель, и долги по заработной плате и пенсиям, когда мы пришли, правительство составляли от 3 до 6 месяцев. Долги по заработной плате учителям, врачам, бюджетникам и пенсии пенсионерам. Вот, собственно, те условия, в которые пришло наше правительство. Весной и летом 98-го шахтеры сразу в нескольких регионах России перекрывают железные дороги, требуя выплаты многомесячных долгов по заработной плате. Страна оказывается на грани транспортной блокады. На переговоры с забастовщиками президент отправляет вице-премьера Немцова. Он фактически жил с этими шахтерами. Пускался в шахту, приглашал их чай пить, общался с ними постоянно. И то, что он хороший человек и любит людей не так, чтобы на камеру поцеловать пупок ребенку, а по-настоящему относится хорошо к людям, это все было видно. И поэтому, в общем, удалось решить эти проблемы. Заниматься вице-премьеру приходится не только экономикой. В ноябре 97-го на российско-японском саммите в Красноярске президент Ельцин почти что обещает премьеру Хосимото Курильские острова. Найти решение этой задачи поручают Немцову. Борис Николаевич говорит, ну вот у меня в переговорной находилось несколько человек. Вот мои доверенные лица из Тржемска, Борис Немцов, вице-премьер. Вот я им поручаю найти какую-то развязку за ночь. Ну, Борис Николаевич любил эффектные жесты, как мы помним, была задача, говорю откровенно, предложить такую развязку, которая была бы неприемлема для партнеров по переговору. Ну, в конечном итоге так оно и получилось, что ту развязку, которую мы предложили, большому облегчению Бориса Ефимовича японская сторона не приняла. Впрочем, одно из главных дел Немцова в правительстве с политикой не связано. 17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела большевиками последнего российского императора Николая II и членов его семьи, их останки были захоронены в царской усыпальнице собора святых Петра и Павла в Петербурге. Идентификация и захоронение царских останков – результат работы специальной правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер России Борис Немцов. Я никогда не забуду, когда мы везли останки из аэропорта по Питеру в место их захоронения, на огромном протяжении стояли толпы, просто десятки тысяч народа. Многие из них становились на колени, практически все крестились при проезде этого кортеджа. Вот что-то в национальном самосознании сдвинулось в этот момент, безусловно. Борис как-то мне сказал, ты знаешь, что бы мы там ни делали вместе в правительстве, это как бы забудется. А вот то, что мы царя захоронили, это останется. Ровно через месяц после похорон царской семьи, 17 августа, правительство России объявляет дефолт по долговым обязательствам и проводит девальвацию рубля. Многолетнее строительство пирамиды, так называемых государственных краткосрочных облигаций, приводит к закономерному финалу. А контролируемый коммунистами парламент отказывает кабинету в принятии антикризисных мер. Президент отправляет правительство в отставку. Немцова, не участвовавшего в принятии решения о дефолте и узнавшего о нем из сообщений информационных агентств, Ельцин просит остаться. Боря жестко сказал, что я там не нужен, там идут люди, которые как бы с другой идеологией, с другими идеями, и это невозможно, чтобы я был в этом правительстве. Ельцин молча подписал, и Ельцин его этого не простил. Никогда. Как и предупреждали соратники, переезд в Москву был ошибкой. Красивая должность принесла лишь ответственность, без необходимых полномочий. Его использовали. Его харизму, его открытость, его искренность, его очень часто использовали. Просто был слишком молод еще тогда. Не искушен в тонкостях, премудростях, около кремлевских политических интриг. В том, как нужно на самом деле вести вот эту схватку бульдогов под ковром, как называл Уинстон Черчилль кремлевскую политику. Когда Борис Николаевич думал о том, кто будет президентом, то, что Борис был в группе лидеров, условно говоря, это безусловно. И если бы не этот кризис, то, конечно же, в 2000 году могли бы быть другие выборы. «Совершенно секретно. Передаю эстафету. Ельцин. Эта надпись на фотографии, которую президент подарил вице-премьеру на его 38-летие, так и осталась несбывшейся». Из Белого дома Борис Немцов переезжает на Ильинку в администрацию президента на нештатную должность заместителя председателя Совета по местному самоуправлению. Любопытная деталь. Немцов занимает в этом здании тот же самый кабинет, в который в конце 80-х был сослан Борис Ельцин, попавший в опалу к Горбачеву. И тоже, как Ельцин, в большую политику Немцов возвращается на парламентских выборах. В 99-м году в России выбирают новую Государственную Думу. Борис Немцов – один из лидеров блока «Союз правых сил». Компания строится на привлечении голосов молодежи. По всей стране проходят рок-концерты с участием лидеров СПС. «Ну, Ир, ну я же вице-премьера». Говорю, забудь все, ты уже не вице-премьера, я не министр. Все начинаем заново, все начинаем с нуля. Расслабься, вычеркни это прошлое, помчались. Немцов как мог, сцепив зубы, ноту насывал, раз надо, значит надо. Вот, выглядело это немножечко смешно всегда, но я очень радовалась. Под конец лучше у него стало получаться, между прочим, намного лучше, чем с самого начала. На выборах 99-го СПС проходит в парламент, неожиданно заняв четвертое место. Дополнительные голоса обеспечивает поддержка премьера Владимира Путина, который за несколько дней до выборов встречается с лидером блока Сергеем Кириенко. И именно эта тема, отношение к Путину в канун Нового года, ставшему исполняющим обязанности президента, практически сразу раскалывает руководство Союза правых сил. На президентских выборах в 2000-м Немцов, в отличие от большинства соратников по партии, отказывается поддержать кремлевского кандидата и голосует за Григория Явлинского. У Бориса была позиция, что нужно находиться в оппозиции, почему, к Путину, потому что он уже понял тогда, что что-то не туда лодка плывет. Когда это обсуждалось там в полицовете СПС, то, я могу сказать точно, там три человека были за, как бы поддержку Путина, и два, значит, воздержались. Вот Немцов был один из тех, кто воздержался. В Новой Думе фракция Немцова чуть ли не самая продуктивная. И это при том, что СПС не контролирует и десятой части парламента. У правах 38 голосов из 450. Однако важнейшие законы в экономической сфере Третья Государственная Дума принимает по инициативе или при активном участии депутатов СПС. В их числе закон об обороте сельскохозяйственных земель, плоская шкала подоходного налога и освобождение предпринимателей от чрезмерного регулирования. У нас не было большинства постоянного. Дума того периода, 99-го, 3-го годов, была самая настоящая Дума. Совершенно разная. Не было большинства ни у кого. Под каждый закон мы формировали коалиции. Он умел вести переговоры и договариваться. Он очень хорошо вел заседание фракции. Мы же были либералами, и у нас кого только нет. По каждому закону 25 мнений, и нужно было находить общую позицию. И он умел уговаривать и в дискуссии эту позицию находить. Вместе с тем, Борис Немцов все громче критикует Кремль за явно наметившийся авторитарный тренд во внутренней политике, в том числе за Вторую Чеченскую войну, призывает к прямым переговорам с лидерами сепаратистов. В ответ Путин требует от Немцова сложить депутатский мандат. Фракция СПС голосует против возвращения советского гимна, настаивает на военной реформе, требует создать комиссию по расследованию трагедии Норд-Оста, когда при освобождении захваченного террористами театрального центра гибнут заложники. В Третьей Думе еще есть место и для дискуссий, и для независимых мнений, и для открытого несогласия с исполнительной властью. В стране глубокий системный кризис. У Кремля вся власть, вся власть, все кадровые вопросы. Кремль определяет и внутреннюю и внешнюю политику страны, и социальную политику, и коммунальную политику, и военную политику. На следующие выборы в 2003-м СПС идет во главе с Немцовым, но без четкого позиционирования. В отличие от своего руководителя, многие члены партии по-прежнему выступают за сотрудничество с Путиным, чем отталкивают протестный электорат. А лоялисты, на которых надеется провластное крыло СПС, отворачиваются после ареста Михаила Ходорковского и выступления Немцова в его поддержку. было понятно, что свою политическую карьеру в ужесточающемся авторитарном государстве он, естественно, убивает, поддерживая того человека, на примере которого власть решила показать, Путин решил показать, что несогласованных с Кремлем, несогласованных с Путиным политических сил в России быть не должно. Еще раньше, в начале 2003-го, СПС и Яблоко отказываются от идеи создать общий избирательный блок. Две демократические партии идут на выборы двумя разными списками. По официальным данным, до 5-процентного барьера не дотягивает ни та, ни другая. Впервые в своей постсоветской истории Россия выбирает парламент без демократов. Путин именно в 2003 году принял решение о том, что он хочет остаться президентом навсегда. И естественным оппонентом в этом вопросе для него были демократические партии. И бюрократия на местах, и бюджетники, и вот качающийся вот этот вот электорат, они все услышали, что власть приняла решение, что либералы – это враги. И с ними надо бороться. Ну и мы знаем, как на подобные сигналы реагирует наше общество. Когда все проиграли, говорит, отдыхаем, через один сезон вернемся. Я сказала, не вернемся. Все. Дверь закрыта. Больше ничего не будет. После поражения на выборах Борис Немцов уходит с поста руководителя партии, но в политике остается. Правда, это уже совсем другая политика. И изменение в статусе Немцова вполне отражает изменения в стране. Ни в парламенте, ни в телевизионном эфире больше нет места альтернативному мнению. Тем, кто не согласен с властью, остается улица. Впрочем, есть и другой путь, который выбрали многие из тех, кого считали либералами – уйти из общественной жизни, найти место во власти или в бизнесе, на худой конец – уехать из страны. Он не был циником. Когда он видел происходящее, он считал, что он тоже несет за это ответственность. И есть такой тип людей, которые считают, что если они ничего не будут делать, то это тоже наказуемо. То есть морально для него было невозможно видеть то, что происходит, что делает Путин, и бездействовать. Это самое сложное для человека в среднем возрасте – начать все сначала. Не каждый может. Совсем недавно хозяин высоких кабинетов, вице-премьер, губернатор, председатель парламентской фракции, чуть было не ставший президентом России. Борис Немцов, по новой терминологии, лидер несистемной оппозиции. Теперь его можно увидеть на улицах и в метро, раздающем листовки и доклады, в которых он рассказывает о запретных темах – коррупции и злоупотреблениях власти. На оппозиционных митингах все чаще несанкционированных. И как результат – в автозаках, полицейских участках и камерах спецприемников. Мы много об этом говорили. Это интересно, когда нас арестовали, и мы провели вместе ночь в ОВД Тверской. Там камера такая была крохотная. Он все время так в шутку ныл, что «ну вот, мне уже 50 лет, я слишком старый, чтобы здесь ночевать на бетонном полу вместе с тобой. Я больше не хочу, чтобы меня задерживали». Ну, естественно, я у него спрашивал, что ты тогда лезешь во все вот это. А что он говорит? Ну, вот я хочу, чтобы люди относились ко мне уваженнее. Это важно. И самоуважение для меня важно реально понимать. Не оправдывать себя где-то внутри, найти себе миллион причин, почему я служу Путину, а реально к самому себе с уважением относиться. Несмотря на все это давление, несмотря на запугивание, несмотря на этих туберкулезников, несмотря на эти каменные полы, на которых он был вынужден спать, Немцов вышел на свободу и продолжил выходить на улицу, его снова арестовывали, его снова отправляли в камеру, он снова сидел 15 суток, выходил и снова выходил и продолжал гнуть свою линию. Это такая судьба оппозиционера в России. Он ее принимал. Он всегда говорил, что оппозиционный политик в России должен быть смелым. Он должен понимать, что он может сесть в тюрьму. Он должен понимать, что с ним может что-то случиться. Он должен понимать, что на него машины могут что-то кинуть. Он должен все время быть к этому готов. И он был к этому готов. Ему не хотелось встраиваться. Ему хотелось жить так, как ему хотелось. Ему хотелось сохранять это чувство внутренней свободы. Ему не хотелось наступать самому себе на горло. Ему не хотелось говорить то, во что он не верит. Ему не хотелось делать то, чего он не хочет делать. Ему хотелось быть равным себе, что ли. Ему хотелось быть таким человеком, с которым у него самого не было бы внутреннего конфликта. Ну просто вот свободный человек. Свободному человеку нельзя указывать, что ему делать. Свободного человека нельзя унизить. В декабре 2011 года, после свидетельств о масштабных фальсификациях на парламентских выборах, в Москве начинаются акции протеста. На Болотную площадь и на проспект Академика Сахарова выходят десятки тысяч человек. Это крупнейшие демонстрации в российской столице после августа 1991-го. Путин, уходи! Ты не знаешь свой народ! Ты даже не понимаешь, почему мы здесь! Мы здесь, потому что у нас есть чувство собственного достоинства! Мы здесь, потому что мы не рабы! Это редкое сочетание качеств. С одной стороны, уметь руководить государством, разбираться в каких-то важных, сложных проблемах, писать экспертные доклады, и в то же время уметь выходить на улицу и поднимать людей за собой в атаку. Борис был инициатором, главным инициатором марша против антисиротского закона. Борис был инициатором двух маршей мира против войны в Украине. Войны! Нет Путина! Нет войны! Нет Путина! Нет войны! Но Немцов не только протестует, но и действует. Он едет в Вашингтон и убеждает Американский Конгресс, вопреки желанию американской администрации, принять закон в память о погибшем в московской тюрьме юристе Сергею Магницком. Акт Магницкого вводит персональные визовые санкции против тех, кто нарушает права российских граждан. А еще Немцов считает важным продолжать участвовать в выборах, даже таких, несвободных, без доступа к СМИ, с административным давлением. Участвовать, чтобы иметь возможность разговаривать с людьми. Но оказывается, и на таких выборах можно побеждать. Осенью 2013-го Борис Немцов снова становится депутатом в Ярославской областной думе. Я считал, что ему не надо идти туда, в региональный. Он говорит, нет, я все, начну все сначала, начну все с нуля. Поехал и выиграл. Он обошел весь город, как и обещал. Много работал, много ходил, много разговаривал, много встречался. Единственный независимый депутат во всей областной думе. Один куча единороссов, коммунистов, которые всегда голосовали, консолидированы. И один Немцов. За эти полтора года он успел разоблачить схему воровства на государственных закупках медицинских препаратов. Это стоило должности вице-губернатору Ярославской области. Немцов, что казалось совершенно невозможным, успел принять в первом чтении закон, который коренным образом менял систему образования тарифов, который запрещал повышение тарифов без аудита коммунальной компании. Но помимо внешней стороны жизни Немцова-оппозиционера, доклады, митинги, работа в партии и в Думе, есть и другая сторона, которую видят только самые близкие. Одна из самых трогательных историй последних встреч моих с ним, это на дне рождения Лебедева Ильича Акча. Я, естественно, сразу села с большим удовольствием рядом с Борисом, и больше с нами никто не сел. Можете себе представить. И я его спросила, как ты себя чувствуешь в этой ситуации? Там за столами были люди, которые просто реально ему обязаны. Говорит, слушай, я привык. Ничего страшного. Это, говорит, это нормально. Это, говорит, я их понимаю. Сейчас все это и опасно, и страшно, и что? Ну, я себе выбрала эту роль. Но я никак не властен над той ролью, которую выберут они. Он сказал, это очень просто. И я поняла, сколько там всего пережитое, и сколько там на самом деле боли. Сколько он пережил предательств, измен от тех людей, которые там славили его и хвалили, и пользовались. А потом вдруг перестали узнавать. Он попросил встречу, а я собирался в Израиль на Мертвое море. Я ему сказал, ну, приезжай, там поговорим. Он приехал. И у него был один вопрос. Ему передали из довольно надежных источников, что власть рассматривает вариант привлечения его к болотному делу. То есть это тюрьма. Вот он приехал посоветоваться, ехать ему назад или нет. Что делать? Ну, я сказал, знаешь, Борис, я за тебя такие вещи решать не могу. Это смешно. Это очень личный вопрос. Ты сам для себя его должен выбрать. Вот. Так что я не могу тебе давать такие советы. И тогда он сказал, ну, а ты бы поехал. Ну, я говорю, ну, что ж ты спрашиваешь, я-то другой человек, у меня семьи нет, у меня нет детей, я ни за кого не отвечаю, только за себя. Я бы поехал. Ну, вот и я поеду. Он планировал баллотироваться в Государственную Думу от Ярославля по одномандатному округу. Мы начали планировать избирательную кампанию, начали формировать штаб, зарегистрировали газету, которая должна была быть таким вот основным инструментом коммуникации. Должна была быть называться «Новая Ярославская газета». О своих планах после 2016-го Борис Немцов особо не рассказывает. Но друзья знают, он всерьез думает над участием в президентских выборах 2018-го года. Впрочем, настоящие перемены в России, как он считает, наступят только в середине 20-х, когда пройдут те самые библейские 40 лет после начала перестройки. Такой долгий срок – плата за мирный и бескровный характер изменений. Свой лимит на революции Россия, считает Немцов, уже исчерпала. При этом он подчеркивает, оппозиция должна делать все, чтобы приближать перемены, и сам сидеть сложа руки не собирается. Вот это не отнять. Вы понимаете, это было в нем всегда. Он действительно, вот этот какой-то нерв ответственности за то, что произойдет с Родиной, он проходил через его сердце. Это правда. Вот ему было, ну, очень не все равно, что происходит с Россией. Вот это редко у кого. Многие же делают себе пиар на этом. А его это вот по-настоящему беспокоит. Я до самого конца считал, что у него перспективы очень большие еще. В конечном итоге, рано или поздно, он возглавит страну. Это просто не могло быть иначе. Просто нет людей такого калибра больше. Когда человек претендует на какие-то высокие посты, особенно когда он занимает эти высокие посты, все рефлексии исчезают. Все, ты начинаешь воспринимать себя великим, ты начинаешь смотреть на людей сверху вниз, есть только одна точка зрения, твоя, все остальные неправильные. Вот Немцов был не такой. И мне кажется, как раз вот этого сильно нам не хватает. Рефлексирующего главы государства. Главы государства, который, в принципе, допускает, что он может ошибаться. Который готов там слушать другое мнение. Который не считает априори, что он всегда во всем прав. А вот такого лидера государства я в России не припомнил. Немцов мог быть таким президентом. Вот говорят, что хороший, там, успешный политик не может быть хорошим человеком. Очень много компромиссов, очень много цинизма и так далее. Вот Боря доказал, что возможно сочетание в одном человеке и блестящего политика, и хорошего человека. Каждый человек мечтает стать человеком-брендом. Ну, чтобы сказали Немцов, и возник образ тот же. Вот это, это про него. Уже очень давно Немцов, он и есть Немцов. Вот этот человек, бренд. Человек, который сделал себя сам таким. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Но это Немцов. Это как вот метеорит какой-то такой, знаете. 56 лет вроде бы, возраст, или 55 с небольшим, да. Возраст вроде бы большой человеческой жизни, а на самом деле вот он как-то так вот пролетел, осветил все. И ушел. Политиком он был эмоциональным, не очень дисциплинированным, но дикоинтуитивным и талантливым. А человек он был замечательным. Он просто был очень искренним, очень душевным. Он был единственный теплый огонек в политической тусовке. Понимаете, ну не найдете, вот не найдете вы такого человека больше нигде. Таких больше не делают. В России надо жить долго. Это не я сказал. Это точно так. Я не верю ни в какие близкриги. Я не верю, что они уйдут там через месяц, через два, через полгода. Но я верю, что я делаю абсолютно правильное дело. У меня все дети живут в России. У меня мама живет в России. У меня все мои друзья и близкие живут в России. Уезжать мы из страны не хотим. Пусть они валят. Почему мы должны уезжать? Можно понять, это моя страна. Я не хочу эту страну никому отдавать. Вот и все. И я думаю, что... Вот знаешь, как говорил классик, не в силе Бог, но в правде. Вот мне представляется, что они нас боятся и с нами воюют, и арестовывают, и так далее, и так далее. Ровно потому, что, зная, что у нас нет ни телевидения, ни спецслужб, ни административного ресурса, как принято говорить, да, вот. Тем не менее, они боятся. Почему? Потому что за нами правда. Авторитарные режимы, они внешне кажутся, как такой вот непобиваемый чугун. На самом деле, это чугун. А чугун обладает одним свойством. Он с видом, кажется, такой совершенно неприступный. Но если так ударить конкретно, он на куски рассыпается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok